Ажиотаж по поводу отключения воды в Архангельске на целых 28 часов длится уже не один день. Насколько обосновано такое долгое молчание водопроводных кранов и в чем техническая необходимость? Разбирался мой коллега Аким Самедов. Последние несколько дней жители Архангельска, мягко говоря, озадачены информацией о том, что 8 октября их ждет полное отключение воды аж на 28 часов. Как относится к отключению воды до 8 октября на 28 часов? Ну не очень, но что делать? Надо мириться с теми обстоятельствами, которые необходимо провести. Я не в городе живу, за городом у меня ничего не отключается. Если для дела, ну что, терпеть придется? Если зимой замерзнет, и воды не будет, еще хуже. Ну ладно мы, а как вы маленькие дети, это лежачие люди, это же негативно все. Ну, против. Закон с жителями в этом вопросе солидарен, ведь допустимая продолжительность перерыва подачи холодной воды 8 часов суммарно в течение месяца и 4 часа единовременно. Управлением Роспотребнадзора по Архангельской области в адрес главы администрации города Архангельска направлено письмо о недопустимости отключения потребителей города Архангельска от водоснабжения на длительный срок. В адрес ресурсоснабжающей организации РВК Архангельск объявлено предостережение о недопустимости обязательных требований. В РВК же отмечают, что установленные правовые нормы с реалиями Архангельска не сходятся. Необходимость отключения 28 часов, ну и потребность отключения 28 часов у нас связана именно с тем, что отсутствует дублирующий водопровод, который позволит выполнить работу по переключению водовода не более чем 4 часа. Да, эта норма 4 часа, она законом установлена, но сегодняшняя ситуация нам это не позволяет сделать по причине отсутствия дублирующих веток. С 22.00 8 октября специалисты РВК Архангельск начнут закрывать задвижки на Тысячнике, их 23. Займет это час-полтора. Далее в дело вступят рабочие стройцентра. К 8 утра вода появится у тех, кто живет в южных районах города и у абонентов, не попадающих в границы красной зоны. Там вода будет, но с пониженным давлением. Ну а жители домов, ограниченных улицами Смольный и Буян, набережная Сеерной Двины, Комсомольская и Обводный канал, лишатся воды до 2 часов ночи 10 октября. Оперштаб при администрации города заверил, водой будут обеспечены все социальные объекты. Значит, у нас есть график подвоза воды, который обеспечивает Росводоканал и наша МОП водоочистка. График этот обязательно должен быть управляющими компаниями размещен по подъездам. Я прошу вот этот момент проконтролировать и связаться со всеми управляющими компаниями ТСЖ города. Ко всем обращаюсь. 28 часов – это тот максимум, в который мы можем себе позволить. Дальше вода должна поступить. Неудобство обойдет стороной жителей поселков Талаги, силикатчиков и экономию. Отключение, напомню, связано с выносом сети Тысячника с территории строительства арбитражного суда на проспекте Ломоносова. Аким Самедов, Светлана Михеевская, Регион 29.